Друзья, всем привет, вы на Политаконлайн, с вами Денис Пахилов, Олег Жданов, военный эксперт, сейчас со мной на скайп-связи, здравствуйте. Здравствуйте. Несколько недель назад, буквально, появилась новость на New York Times о том, что участники убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашоги, который погиб, я напомню, в Саудовском консульстве в Стамбуле, проходили обучение в США. New York Times, напомню, об этом писала, по данным издания, они проходили военную подготовку в американской охранной фирме Tire One Group, она базируется в Арканзасе. Мы не будем, скажем так, концентрироваться, где они проходили обучение, хотя это, по факту, интересная такая новость. А я бы хотел обратить внимание наших зрителей более на такие, скажем так, здания, которые есть в каждой столице. Здания, которые называются посольства. Посольства, как, скажем так, после такой истории, особенно с Джамалем Хашоги, они начали вызывать, ну, как минимум, удивление, такое занепокоение, есть такое хорошее слово, скажем так. Посольства, дипломатические ведомства, они поменяли свою специфику работы, то есть читал такие мнения о том, что теперь это не просто дипломаты, теперь это не просто послы, это шпионы, это агенты, иногда это преступники. Ну, я бы, во-первых, во-первых, я добавил к зданиям посольства еще здания консульств. В крупных городах, как правило, еще открывают дружественные страны или страны, у которых есть дипломатические отношения, открывают консульства. И иногда консульства бывает больше, чем посольства. В частности, по-моему, в Калифорнии, в городе Ангелов, которое выслали торговое представительство России, оно по численности практически равнялось посольству Российской Федерации в Вашингтоне. Поэтому я бы еще добавил консульство, это раз. И второе, то, что специфика людей, работающих в этих организациях, консульствах и посольствах, она, я бы сказал, расширилась. Если раньше четко, вот даже я, когда учился в военной академии, нам давали типовой штат посольства и типовой штат консульства. И там были, ну, были так называемые официальные разведчики, то есть знали, что люди эти связаны со спецслужбами, и они ведут официально разведывательную деятельность. То есть там нигде не лазят по секретным объектам, но как бы собирают открытую информацию, анализируют и передают в свои страны. И были неофициальные разведчики, которые там занимались резидентурой, отчислились там на каких-то таких невзрачных должностях. То сейчас я бы сказал, что, наверное, в посольстве даже уборщица и та умеет стрелять с любого стрелкового оружия, с любого положения, в любом состоянии. То есть я имею в виду, что она может быть сотрудником спецслужбы или там он, сотрудником какой-то спецслужбы или организации. Почему? Потому что сфера деятельности очень сильно расширяется. Сборы, обработка информации, объемы информации, которые надо собирать и обрабатывать, они увеличиваются в разы. Ну и плюс к посольствам, я так думаю, что добавилось еще и обеспечение выполнения специальных операций. Вот так же, как, допустим, с теми же Башаровым и Петровым в Солсбери, они могли через посольство получать отравляющие вещества, а Диппочта, мы знаем, не проверяется. Они могли в посольстве получать паспорта, прилететь с паспортами одной страны, улететь с паспортами другой страны и так далее. Ну это вот такой из самых последних ярких примеров. Поэтому Дипмиссия на сегодняшний день, я так думаю, что там дипломатов остались, считанных должности. Все остальное это спецсура и разведка. Мы уже перешли так плавно к теме России, хотел отложить ее на попозже, самое сладкое, скажем так, но тем не менее, давайте об этом поговорим. Правильно я вас понял, что посольство Российской Федерации в любой из стран, где оно есть, это такой себе троянский конь, ДРГ местное? Абсолютно правильно. Единственное, что они еще стараются делать, смотрите, вокруг посольства создает разведсеть агентурную, нелегальную, на территории того государства, где оно расположено. И допустим, когда они получают Диппочту, и если там взрывные устройства, стрелковое оружие или специальное снаряжение для проведения специальных операций, будем так говорить, это окольными путями выносится из посольства и закладывается в определенные места хранения. И потом резиденты или агентура забирает это и передают уже дальше по назначению. То есть это не просто, это центр управления иностранной резидентурой на территории любого государства. Так используют все страны. Просто одни страны придерживаются более-менее каких-то норм и приличий, а другие страны действуют сугубо в собственных интересах. Кстати, основоположником такого движения, ну, наверное, можно считать Советский Союз, а потом его поддержал Израиль, когда МОСАД начал вывозить людей, которых они считали необходимым, вывезти на территорию Израиля. Окей, скажем так, а при каких обстоятельствах вот эти консервы, как их иногда называют, да, вот скрытые агенты, начнут, Российская Федерация, начнут вскрываться? Что-то должно произойти в отношении России, чтобы начали уже сетки работать не в темную, не под прикрытием, а уже в явную, скажем так? Политическая ситуация – это главный признак работы любой разведсети. Кстати, вспомните серию терактов 17-18 год в Европе. Франция, Франция, Германия. Вот вам яркий пример, когда необходимо было активировать агентурную сеть для того, чтобы создать социальное напряжение или повлиять на политическую ситуацию или политический курс того же Европейского Союза. Поэтому тут сугубо рулит политика. А уже военная составляющая или специальная составляющая, если так ее можно назвать, она является инструментом политики. И жестоким, но довольно эффективным. Ну, продолжая тему россиян, недавно буквально появилась новость о том, что итальянцы и страна Италия, она обвинила в шпионаже российских военных, которые приезжали в 2020 году в страну на помощь в борьбе с коронавирусом. По данным итальянского издания La Repubblica, спасательная операция, так называемая, российских военных химиков, вызвавшихся помочь итальянцам санитарной обработке помещений от коронавируса, на самом деле оказалась разведывательной миссией Минобороны. Интересно. Окей, европейские страны понимают, что получать такую помощь, иметь такие сетки у себя в стране, ну, скажем так, это опасно. Либо они тоже не спят, скажем так. Вы знаете, когда-то в Древнем Риме прозвучала такая фраза, что деньги не пахнут. Россия делает все для того, чтобы обеспечить себе базы для своих разведсетей на территории европейских стран. Прагу называют русским городом. Потом Чехии возмущаются, что у них взрываются склады с боеприпасами, гибнут люди. Там считается база российской резидентуры, российской внешней разведки в Европейском Союзе. Австрия то же самое. Российская резидентура чувствует себя там абсолютно уверенно, и Австрия очень лояльно относится к Российской Федерации. И поддерживает ее во многих начинаниях. Или во всяком случае пытается. То же самое в Италии, но там поменьше. Вспомните, во времена Берлускони, они очень были теплые отношения у Путина и Берлускони. И удивляться, что там Россия проводила разведенную операцию, вместо того, чтобы дезактивировать или дезинфицировать помещение от коронавируса. Поэтому, к сожалению, политики стран пускают. Вот, допустим, для черного рынка вооружений в некоторых европейских странах, в основном это южные страны, создана целая сеть организаций, которые занимаются торговлей оружием. И через них просто они прокладки, эти фирмы. Но их же создавали. Вы что думаете, спецслужбы этих стран не знают о том, чем занимаются эти фирмы? Знают прекрасно, но они получают с этого какой-то процент, и поэтому закрывают на это глаза. Вспомните ситуацию в Черногории, когда попытка вооруженного переворота, и сколько пришлось попотеть спецслужбам Запада для того, чтобы предотвратить эту попытку. И Черногорию без каких-либо условий, без ПДЧ, без ничего быстро, в течение нескольких месяцев приняли в НАТО. И ввели туда какие-то натовские контингенты войск, для того, чтобы в дальнейшем сделать невозможным такие попытки переворота. Просто Россия, я бы так сказал, Россия оптом скупает европейских политиков, а потом продвигает свои спецслужбы на территорию этих стран. Давайте теперь вернемся в Украину, все-таки, скажем так, с нашим разговором. Как устроена темная сторона украинской дипломатии? Ну, вот у нас, кстати, ситуация не самая лучшая на сегодняшний день. Почему? Потому что развал самой государственной машины и ее ослабление, я бы так сказал, наверное, она еще окончательно не развалилась, она у нас еще, слава Богу, функционирует. Но ослабление государственной машины ведет к тому, что когда ты не хочешь кормить свою армию, ты начинаешь кормить чужую. И сюда начинают приходить спецслужбы других стран, других государств. Поэтому у нас здесь, я бы сказал, мы вообще, наверное, наблюдатели, если у нас еще есть кому наблюдать. А во всем остальном на нашей территории спецслужбы западных стран и Российской Федерации ведут негласную шпионскую войну. Вы посмотрите на вот эти политические убийства, которые происходят в Киеве с оппозиционными политиками Российской Федерации. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрите, кто у нас открывает разведцентры на территории Украины. Соединенные Штаты. То есть здесь хозяйничают все, кому не лень, кроме нас. И тут наши спецслужбы, к сожалению, больше, наверное, выполняют роль наблюдателей, чем роль санитаров, будем так говорить, и роль контрразведчиков в нашей стране. Ну и если мы будем преграждать путь спецслужбам наших содружественных нам стран, это же может вылиться в определенный скандал, в непонятки, извините за выражение, скажем так, уже на более высшем международном уровне, в отказ о сотрудничестве с той же Британской, с той же Британией вообще, с США и так далее. То есть мы тут, как мне кажется, давайте сейчас вы скажете, должны, наверное, держать баланс и позволять, и не позволять, и как-то дружбу сохранять, или все-таки нет? Нет, мы должны контролировать ситуацию, максимально контролировать. Тот суверенен, кто может контролировать именно ситуацию работы спецслужб на твоей территории. Тогда у тебя есть какие-то гарантии того, что ты управляешь процессом. У нас, к сожалению, происходит подмена. Ну смотрите, вот наш президент едет в Лондон, с кем он встречается? С шефом МИ-6, с шефом внешней разведки Великобритании. Наверняка там решались какие-то вопросы, больше связанные, наверное, с интересами самой Британии, чем Украины. Да, они сказали, мы вам поможем. Посмотрите, что у нас творится, допустим, с той же службой безопасности Украины. Это ее хлеб, это контрразведка, это ее хлеб. Сколько лет бродит закон о реформе СБУ коридорами Верховной Рады? Лет пять, по-моему, уже, если не больше. И еще будет бродить, наверное, столько же. То есть у нас даже нет организации, на которую может положиться руководство страны для того, чтобы получить реальную картину происходящего под ковром государства, которое называется Украина. Кстати, вспомните, с чего начинал Владимир Ильич Ленин в 1918 году, когда взял власть. Он начинал с создания ЧК, чрезвычайной комиссии. Он создавал организацию, на которую опиралась власть. И благодаря вот этим голодным чекистам в кожаных куртках с наганами наперевес он смог удержать эту власть. И он контролировал ситуацию. У нас есть такая организация? Я имею в виду по силе влияния, не по жестокости и беспределу, а по силе влияния, политического влияния внутри страны. Давайте теперь про подноготную. Я напомню нашим зрителям, в 2018 год, тогда в посольстве России в Аргентине нашли внимание, друзья, кто не помнит, я вам напоминаю, 400 килограммов колумбийского кокаина. Как тогда писали СМИ, чистого, готового к отправке в Москву специально, в дипломатической постчатой, в чемоданах. Тогда это стало просто фурором, эта новость. Первые страницы абсолютно всех СМИ были заполнены этой новостью. Это стало таким шоком абсолютно для всех тогда. Но является ли это шоком на самом деле? Являлось это таким, скажем так, просто таким случаем, выбивающимся вон из калии? Либо это нормально? Перепродажа наркотиков, переотправка их и так далее на территорию посольств? Смотрите, торговля людьми, торговля оружием, торговля наркотическими средствами. К сожалению, в некоторых моментах, в некоторых странах происходит слияние мафии и государства. Ну, что касается, и тогда получается, больше получается криминальное государство. Но, кстати, уникальность Российской Федерации состоит в том, что если в каждой стране есть какая-то своя мафия, и там ее процент где-то больше, где-то меньше, то Российскую Федерацию, я бы сказал, что у мафии есть своя страна. Поэтому тут вопрос... И, кстати, обратите внимание, после Аргентины было, по-моему, берег слоновой кости, где-то в Африке, там 11 тонн задержали. Потом в Италии там огромную партию взяли. Потом еще где-то. Фактически, эта война спецслужб, они лишают Россию, таким образом лишали Россию черного нала. Поэтому тут... А то, что спецслужбы по своему роду деятельности, они, хочешь не хочешь, они сталкиваются вот с этими каналами поставок, нелегальных поставок, и наркотиков, и оружия, и людей, и всего остального. И где-то они пресекают это дело, а где-то они берут свой процент. Существует даже версия того, что некоторые спецоперации финансируются именно за счет того, что они снимают процент вот этих вот незаконных трафиков. Кстати, в любом бюджете существуют закрытые эти статьи, которые нельзя проверить. И это самое... Нельзя проверить на предмет, куда эти деньги идут, или на что они. Это спецоперации, и эти статьи закрыты. Если подводить итог, собирая все вот эти факты, да, в одну кучу, скажем так, наркотики, убийства, вспоминая о Джамале Хашоге, либо когда посольства скрывают беглецов, как это было с Джулианом Асанджем, основателем Викиликс, в чем целесообразность классических посольств? Просто что было, как говорится, либо от них просто не могут избавиться, просто потому, что на них завязано многое, как я уже говорил, наркотики, убийства, шпионаж и так далее. Нет, смотрите, это, к сожалению, вот криминальная сторона, она сейчас стала превуалировать. В мире денег, там, где правит бал деньги, криминал начинает превуалировать. А вообще, по большому счету, посольство и консульство, это канал коммуникации, без них нельзя обойтись на сегодняшний день. Все-таки присутствие посла на территории страны, оно и его полномочия, которыми он обладает в этой стране, они дают возможность быстро реагировать на ситуации и коммуницировать на уровне практически первых лиц. Ведь посол может к руководителю страны, к любому записаться на прием и даже в случае экстренной ситуации добиться этого приема в кратчайшие сроки. И лично тет-а-тет, не по видеосвязи, не по видеоконференции. Может быть, когда-то интернет и вытеснит личное общение в онлайн-общение. Но пока на сегодняшний день. А криминальная составляющая, к сожалению, начинает превуалировать над политической составляющей. Поэтому я думаю, что в ближайшее время посольства сохранятся, никто от них не откажется. Вопрос, насколько криминал будет править бал в том или ином посольстве, это вопрос политический для руководства той страны, чье это посольство. Уже в конце последний вопрос. Обычному человеку стоит опасаться, когда он идет возле посольства одной или другой страны? Ну, когда идет возле посольства, то не стоит. А вот если он где-то перешел дорогу какой-то из стран, то тогда да, тогда стоит. Потому что на сегодняшний день спецура, особенно развитых стран, работает на территории любой страны. Особенно той, которая слабее ее. А мимо посольства можно ходить смело. Они, как правило, свою репутацию на глазах марать не будут. Спасибо большое вам за то, что объяснили такую масштабную тему. Олег Жданов, военный эксперт, был с нами на связи. Друзья, не забывайте про лайки, комментарии и подписку. Ну, с вами был Денис Пахило. Всем пока.